Привет, ребята! Это Мэтт Коррегур с ControlPaint.com и сегодня мы продолжим говорить о встроенных масках. Пользоваться мы будем тем же рисунком, что и в прошлом видео. И надеюсь, вы больше не боитесь масок и знаете, насколько они полезны. Что если мне нужно добавить этому персонажу камуфляж? Вот поверх маски я вставил рисунок, который нашел в картинках Google. Я укажу режим наложения и умножения, чтобы этот рисунок сильнее гармонировал с персонажем. Но что если мне не нужно, чтобы камуфляж был там, где есть голубая краска? То есть камуфляж будет везде, за исключением голубой краски. И для этого я нажму Control и кликну на иконки слоя Blue Paint. Так мы выделим все области с голубой краской. И затем я нажму Select Inverse, выделение инверсия. Таким образом, у меня выделены все области, на которых нет голубой краски. Это инверсия предыдущей выделенной области. И я сделаю мой камуфляж видимым. А затем кликну на кнопку добавления маски слоя. И вот теперь вы видите иконку слоя с камуфляжем. И на ней есть и белый, и черный цвет. Это не просто пустая маска, это маска, которую я создал из выделения. Я скрою голубой цвет, чтобы вы видели, что же я имею в виду. Как вы видите, мой слой с камуфляжем скрыт там, где на рисунке есть голубая краска. Я вернул голубой цвет на рисунок. И теперь у меня есть голубой цвет и камуфляж, на котором нет голубого цвета. А что если мне нужно, чтобы цвета на камуфляже обесцвечивались? Мне нужно, чтобы они были более яркими внизу, а наверху менее. Я могу сделать это двумя способами. Первый способ это изменить уже существующую маску. А второй способ добавить еще одну маску. Будьте внимательны. Так как техника не простая, но именно она удобнее всего. Сейчас я создам новую группу слоев, и после чего перемещу мой слой с камуфляжем в эту группу. Это будет единственный слой в этой группе. И причина, по которой я сделал это, в том, что у группы есть собственная маска. Я добавлю новую чистую маску группе, и затем в ней я создам обесцвечивание. То есть, используя черный на маске, я могу скрыть камуфляж. Рисуя белым, я могу вернуть его обратно, и у нас получается очень сложная маска. Это инверсия выделения голубых областей с обесцвечиванием цвета сверху вниз. Довольно трудно создавать подобную маску как отдельную, и поэтому использование встроенных масок очень полезно. Я могу изменить каждый элемент маски в отдельности, и, к примеру, мне нужно обесцвечивание не везде, а лишь вверху. Тогда мне просто нужно модифицировать верхнюю маску. И смотрите, вот так наш рисунок выглядит совершенно иначе. Но, несмотря на мое изменение, камуфляж все так же скрывается в местах, где есть голубая краска. И это все потому, что начальная маска, которую мы с вами создали при помощи инвертирования, осталась нетронутой. И так как с этой техникой нужно поработать, чтобы понять ее, я включил это изображение в конец поста. Откройте этот PSD-файл и посмотрите, что же я сделал. И попробуйте сделать то же самое сами. Добавьте наложение, создайте встроенные маски и сами посмотрите, как этот эффект работает. У вас могли появиться мысли, вау, слишком сложно для меня, не хочется мне возиться со слоями, и почему я не могу просто рисовать? Ну, что я могу вам на это сказать? Да, это куда сложнее, чем просто накладывать краску на холст. Но именно такую гибкость и дает Photoshop процессу рисования. Если вы хотите рисовать классически, это одно дело. Но, раз уж вы работаете с цифровыми устройствами, и у вас есть определенные преимущества, которые сделают вашу работу более эффективной. Кроме того, так вы сможете рисовать рискованнее и больше экспериментировать. Именно такие техники позволят вам создать персонажа десятью различными способами, в то время как обычным способом вы бы нарисовали одного или двух, а так бы вы рисовали бы с самого начала. И эта техника позволяет вычленить отдельные компоненты и дает вам более гибкие инструменты. Поначалу, да, будет тяжело освоиться с этой техникой, но поверьте, в долгосрочной перспективе она вам очень поможет. Удачи и спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok